В Дыхольском районе побывала Диана Байнбагус. Ей слово. Играется весь наш организм. Все, что прежде полновало у нас, ушло, рассеялось, забылось. На пациентов благотворно влияет сеанс транса. Его ведет клинический психолог Чинчи Сойян. Чтобы прийти в себя, после трудной жизненной ситуации, больным хватает около 10 процедур. Как отмечает врач, сеансы помогают отчасти из-за того, что зависимые от алкоголизма и наркомании люди ведомые, поэтому и подвержены психологическому влиянию. Ощущение легкости, поднимается настроение, улучшается психическое состояние души, снимается напряжение. Таковы результаты трансового сеанса. Изотерапия помогает пациентам найти себя, понять нынешнее психоэмоциональное состояние. На рисунках отражены боль, душевные страдания, закрытость от всех, переживания и напряжение. А вот рисунок Мушина. Он говорит, что при поступлении у меня не было никакой цели, как вот этот квадратик. Я не имел никакого представления о будущем. Я думал, что у меня нет никакого выхода в этой жизненной ситуации. После прохождения курсов реабилитации он уже нарисовал другой рисунок. Вот такой. Он говорит, что у меня появилась цель в жизни, я куплю себе машину. Сгруппировав имеющийся в России опыт реабилитационной работы, специалисты Реснаркодиспансера разработали свою стратегию 12-шаговой программы. Применяется труда и психотерапия. Так как в республике в основном исповедуется буддизм и православие, социально-психологическая служба применяет в практике религиозные элементы. Я достигла уже многого, узнала много чего хорошего, которого я не знала раньше. И теперь я бы хотела сказать только одно, чтобы наша молодежь задумывалась о том, прежде чем брать в руки стакан. Я бы хотела выразить огромную благодарность своим врачам, наставникам. В спокойной и домашней обстановке в сельской местности, в окружении грамотных специалистов, больные получают возможность переосмыслить свою жизнь, осознать свои ошибки и заново научиться жить в обществе, проводить праздники трезво и получить навыки в ведении хозяйства. Есть такие, которые хорошо научатся шить и потом после этого устраиваются. В одном ателье девчонка одна наша устроилась работать. Ну и ребята тоже заинтересованы, тоже шьют хорошо. Как показал пятилетний опыт, эффект от выбранной стратегии и применения методик реабилитации есть. За это время наблюдается рост числа стойких ремиссий больных. До 2016 года реабилитировались 242 наркобольных, из них успешно прошли лечение 167 человек, трудоустроено 95 пациентов. За последние полгода реабилитацию прошли 33 человека, из них успешно 28, трудоустроено 5 человек. Вот это дерево, которое, видите, на стене нарисовано, означает жизнь нашего реабилитационного отделения. И вот каждый листочек у нас означает, что это наш пациент, который прошел лечение в нашем отделении. Например, вот здесь 2012 год, это наши самые первые пациенты. Потом идет 2013 год, 2014, 2015, 2016. И у нас еще есть места, которые до 2020 года. И что еще означает? Вот, например, видите, солнце. Это светлое будущее, куда наши пациенты стремятся. Они стремятся вырваться из ямы, да, куда они скатились из-за алкоголя или наркотиков. Сотрудникам вручили торт в честь первого юбилея и сделали памятное фото. Диана Баимбугусерис, Ховалых, телекомпания «Новек». Диана Баимбусерис, Ховалых, телекомпания «Новек».